Делегация Индонезии посетил Казанский федеральный университет. Эксклюзивное интервью Натальи Фишман. Как прошел международный лингвистический саммит. Нас очень радует то, что ученые нашего Казанского федерального университета принимали самое активное участие. Встречу студентов с литератором Надеждой Ажгихиной. Это обозначает какие-то болевые точки в развитии нашей профессии. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илона Минигалимова. Ведутся переговоры о сотрудничестве Казанского федерального университета с Российским обществом знания. Основная цель сотрудничества – развитие просветительской деятельности в регионах и совместного контента. Генеральный продюсер общества знания встретился с руководством Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского университета. Ознакомился с инфраструктурой института. Следом за этим состоялась рабочая встреча ректора Ильшата Гафурова с генеральным продюсером Иваном Лебедьевым для обсуждения условий сотрудничества в рамках просветительской кампании. В главном здании Казанского федерального университета состоялся визит делегации Индонезии. Подробнее в нашем следующем сюжете. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Беларусь Жозе Антонио Марата Товарыш в составе делегации посетил музей истории КФУ. Свыше полутора тысяч экспонатов познакомили гостей с историей университета. Казанский федеральный университет является одним из немногих российских вузов, где ведется преподавание индонезийского языка. В ноябре 2019 года в стенах университета даже прошел День Индонезии. А вперед с 2017 по 2021 год ученые КФУ опубликовали в соавторстве с индонезийскими коллегами 20 статей. Это уже не первый визит делегации посольства Индонезии в КФУ. В 2019 году в ходе встречи обсуждались возможности взаимодействия КФУ с организациями Индонезии в сфере туризма. Осуществлялось это путем организации рабочих групп и семинаров. Кроме того, была затронута тема необходимости расширения школы изучения русского языка в Индонезии. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Иммунизироваться от COVID-19 в униклинике могут студенты, аспиранты и сотрудники. В университетской клинике Казанского федерального университета, улица Вишневского, 2А, продолжается иммунизация от COVID-19 сотрудников, достигших совершеннолетия студентов и прикрепленного к поликлинике населения. Мы рассчитываем, что это будет существенная точка протяжения на культурной карте Казани. Что уже открыто и что будет на территории музея-заповедника «Казанский Кремль»? В эксклюзивном интервью телеканала «Универ ТВ» расскажет куратор проекта, помощник президента республики Наталья Фишман-Бекмамбетова. В общем, это наш робот-официант в национальном костюме. Он помогает нам разносить гостям их заказы и доставлять удовольствие. Это первый в Казани робот-официант. В скором времени доставлять удовольствие станет и второй. По задумке он предстанет в образе известного казанского кота и будет мурлыкать для гостей. Вот он привозит так. Все, потом сюда нажимаем. Какая умница. Спасибо тебе. Рахмет. В бывшем здании присутствных мест на территории Казанского Кремля, где ранее располагались министерства, ведомства и государственные службы, все реконструировано. Теперь здесь работают кафе «Ураган-сарай», несколько кафе, которые рассчитаны на крупный туристический поток. Среди них кафе татарской кухни «Алан-Аш». Открылись также семейное кафе «Гнездо» и ресторан татарской кухни «Черем», который некогда располагался на Кремлевской набережной. К Новому году в здании дополнительно будет открыт целый ряд культурных пространств. Здесь будет конференц-зал, здесь нужно будет проводить мероприятия, участвовать в мероприятиях. В той части у нас будет функционировать выставочное пространство очень большое, 1600 квадратных метров. Я думаю, что мы будем делать там выставки с ведущими российскими, может быть, международными программными институциями. Мы также сделали детский ремесленный центр, который называется «Абой-сабой». Он уже работает, нужно младшего братья, сестер, студентов туда попробовать привезти. Ну и в целом мы рассчитываем, что насчет программирования это будет такая существенная точка притяжения на культурные противозам. В настоящее время ведутся переговоры по открытию в этом здании супермаркета «Домашней еды Бхэтли», а на втором этаже отдельного музея, рассказывающего о разных этапах истории Казанского Кремля. В Казанском федеральном университете завершился Казанский международный лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире». Напомним, он проходил с 15 по 19 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Об итогах саммита и не только в нашем следующем сюжете. На мероприятии участники и гости саммита имели возможность увидеть и услышать выступления главных редакторов лучших отечественных и зарубежных научных журналов. Всего в течение недели прошли 5 заседаний пленарных, прошли 13 тематических секций, а также нас очень радует то, что у нас 5 заседаний прошли с главными редакторами, заместителями главных редакторов, ведущих мировых журналов, которые входят в КО-1, КО-2, КОЭС. В саммите приняли участие представители 28 стран мира. Всего в мероприятиях саммита 2021 года участвовали более 3,5 тысяч человек. Напомним, организаторами саммита являлись Казанский федеральный университет, Институт языкознания Российской академии наук, а также Институт лингвистических исследований Российской академии наук. Нас очень радует то, что ученые нашего Казанского федерального университета принимали самое активное участие в работе каждой из сессий. И доклады, подготовленные и представленные учеными-лингвистами Казанского федерального университета, вызвали огромный интерес. Казанский международный лингвистический саммит «Языковое разнообразие в глобальном мире» один из подготовительных этапов проведения в 2023 году. 21-го международного конгресса лингвистов, в котором примут участие более тысячи ученых из самых различных уголков мира. Елизавета Никитина, Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте филологии межкультурной коммуникации состоялась встреча господина Камиля Хамонса с ученым ФМК. Господин Хамонса приехал в Казань в рамках пленарного заседания Казанского международного лингвистического саммита «Языковое разнообразие в глобальном мире». Меня приятно удивило то, насколько современно оборудование в вашем ВУЗе. Очень высокие стандарты оборудования позволяют мне сказать, что Казанский университет находится не в 21-м, а вплотную приближается к 22-му веку по уровню оборудования. Я посетил множество университетов в Испании, Португалии, Италии, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, США. Честно говоря, не видел настолько серьезно оборудованных университетов. Этому аспекту могут позавидовать многие западные университеты. В шоуруме Казанского федерального университета прошла лекция журналиста-литератора-общественного деятеля Надежды Ажгихиной. Обозначает какие-то болевые точки развития нашей профессии. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета со студентами встретилась журналист, литератор, общественный деятель, автор и редактор 17 книг о культуре, правах человека Надежда Ажгихина. Вот я уже довольно давно в профессии, и каждая встреча с коллегами, в том числе с молодыми коллегами, это открытие, это радость. Тема творческой встречи называлась журналистика как часть литературного творчества, традиции и современности. Данное мероприятие было направлено на просвещение студентов, знакомство с творчеством спикеров, обсуждение той профессии, которую выбрали сами обучающиеся. То, что происходит в нашей профессии в период пандемии, как раз ценность не только журналистики, как благо для общества, но и ценность профессионального общения и человеческого общения возросла неизмеримо, наконец-то мы это поняли. Также особый акцент в своем выступлении Надежда Ажгихина сделала на мультимедийной трансформации журналистской деятельности в эпоху COVID-19. Журналистика, она уйдет в ниши, она уйдет в какие-то проекты. Их очень много сейчас в мире, сколько их в России. В основном онлайновая. Это социальные, это расследовательские, это политические, это экономические, какие угодно. И за них люди платят деньги. Критична ли такая трансформация и к чему она приведет, покажет время. Амира Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии была Илона Менигалимова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok